Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что здесь происходит у нас? Голосование поселка вашего облака, вы знаете... Это какой у нас участок? Вы все смотрите? Да, да. Вы имеете право... Да, я снимаю. Снимайте. Какой участок у нас? 11.01. Так, стоп. Сейчас покажу вам место этого действия. Иркутская область, поселок Каблук, ну или Коблук, под Нижнеудинском, ну или под Нижнеудинском. Смотрим дальше. Понятно. А сотрудник полиции есть с вами? Сперва реального учреждения. Сперва реального учреждения, с нас на участке. Так. А кто из комиссии есть? Кто? Вы два человека. Вы два человека, да? Два наблюдателя. А наблюдатели от какой партии? ВДПР. ВДПР? От общественной палаты. От общественной палаты. Ну, хорошо. Телеграм-канал Братчане. Братск и мир. Я считаю, идеальное начало для нашей антивоенной российской сводки. Боевой листок за сентябрь. Месяц самых массовых протестов в России последних лет. Это фото сделано, очевидно, 10 сентября, в день единого голосования. А вообще, выборы в России на региональных уровнях начались еще восьмого. И вот как это выглядело. Нормальных людей нет, не то что кандидатов. Это выбор, кто менее омерзительный, из кучки полных мерзавцев и идиотов. Омск. Выборы без выборов. Клоуна да ядро в ведро. Свобода всем политзаключенным. Тоже Омск. Нет войне. Москва. Войну остановите. Утырки. Это Приморский край. Нет войне. Путина под трибунал. Красноярский край. Россия, очнись. Нет войне. Путин убийца. Снова Красноярский край. Единая Россия, партия жуликов и воров. Остановите войну. Путин военный преступник. Екатеринбург. Смерть имперской России, Украине. Мира и процветания. Саратовская область. Верните мобилизованных. Нет войне. Госдуму, правительство и Путина на виселицу. Москва. А вот тоже московский бюллетень. Такой сейчас голубь мира. И, конечно, хит. Рисунок из Кировской области. Талантливо. Десятое сентября. Липецк. Видео снимает правозащитник Геннадий Макаров на избирательном участке. В стране, где есть сотни политзаключенных, не может быть в принципе свободных и честных выборов. Так совпало, что сегодня у меня юбилей, 40 лет и 20 лет я занимаюсь правозащитной деятельностью. Как писал Махатма Ганди, для мирного протеста можно использовать любые средства, в том числе находясь внутри тоталитарной, репрессивной России. Заявил Макаров независимому изданию телеграм-каналу Астра. Геннадий Макаров написал на избирательном бюллетене фамилии российских политзаключенных. А сейчас воронежский активист Павел Сычев с его фирменным опросом. Такие он проводит каждые две недели на улицах города. В этот раз про выборы. Ну там губернатор Гусев, действующий глава. Не отдал бы. Почему? Не люблю Гусева. А с чем это связано? Ну просто. Вот не люблю. Выборы губернатора у нас ходили, голосовали? Нет, не ходила. А почему? Без нас уже все выбрали. Но я не против, как выбирает страна, так и пусть выбирает. Я поддерживаю наше население. Ну а как же, вы считаете, что выборов честных не бывает, да? Если честно, то я так считаю, да. Если бы было честно, у нас сейчас была бы другая власть. Думаете, да? Уверена. Хорошего дня. Может, какой-то партии симпатизируете к каким-то кандидатам? Мы только о партии добра, других не знаем. Такая есть, да? Ну если нет, значит будем создавать. Надо создавать. Всего доброго, хорошего дня. Жестче, резче, смелее, Якутск. В общем, о том же. Конечно, не доверяю. Вы что, первый год будем голосовать, что ли? И что? Результат будет тот, такой, какой будет. Какой предполагают быть, какой нужен будет. Я здесь ни при чем. Я обязательно пойду. Я вычеркиваю всех. Потому что нет доверия совершенно никакого. Я как гражданин должна сходить, проголосовать. Только я буду голосовать против всех. Сейчас честности вряд ли что-то есть в этом. Не знаю, мне кажется, все куплено. Очень сильно не доверяю. И вот подтверждение массовости протеста. Юристка и правозащитница Алена Попова и ее сотрудники проанализировали протоколы избирательных комиссий и выяснилось, что бюллетени только на выборах в Москве испортили 20 124 человека. А так портил бюллетени оккупированный Донецк. Ну а накануне дня выборов жителям Донецка устроили праздник. Жизнь святом! Что здесь святом, родненькие? Родненькие, уходим! Вот он. Бойцы ВСУ из соседней Авдеевки. Ты смотри. Смотри, что делается. Ну, тут без комментариев. Ты погляди просто. Вот это подарочки нам. А вот сейчас без комментариев не обойтись. Скулки лежат там. И надпись. За детей Украины. Телеграм-канал Сибирь Реалии. Надпись за детей Украины появилась 24 сентября в Приморье в селе Павло-Федоровка. Там должны были торжественно открыть аллею памяти в честь погибших на нынешней войне российских солдат. В полиции заявили, что задержать пока никого не удалось. Подозреваемых ищут. Однако есть случаи, тысячи случаев, когда подозреваемых искать бесполезно. Антивоенный протест не прекращается по всей стране. Эти фотографии прислали из Ростова-на-Дону, Челябинска, Волгограда, Оренбурга, Звенигорода, Омска и Новосибирска. Мы вами очень гордимся. Телеграм-канал молодежного демократического движения «Весна». Как безопасно протестовать? Читайте «Весну». Новый день – новая подборка антивоенной агитации. Первое сентября, город Иваново. В центре города, на тетрадных листочках. Цитаты из советского букваря. Такой урок мира. Чтобы продолжить тему, придется из Иваново лететь аж на Камчатку. Такое время. Суд на Камчатке оштрафовал учительницу русского языка с 16-летним стажем Василию Вершинину по статье о неповиновении полиции. Полицейские пришли за ней прямо в школу, чтобы отвезти в участок и допросить по делу о дискредитации российской армии. Но учительница хотела довести урок до конца. Почему за ней пришли вообще, учительница точно не знает. Но предполагает, что это из-за одного ее видео в соцсетях. Вот этого. У нас армия разрушена еще Сердяковскими реформами. А Шайгу у нас вообще без образования. И я считаю, что за это тоже отвечает, естественно, главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Но если уже коснуться вообще всех этих процессов, кому нужна эта война? Я думаю, что она не нужна ни жителям России, ни жителям Украины. Учительницу удерживали в полиции с 19 сентября. Судья признала, что задержание на такой срок несколько суток было незаконным. Протокол о дискредитации армии, которым силовики угрожали женщине, на нее так и не составили. Она пока продолжает работать в школе и снимать видеоролики. Люди, надо выходить, наверное, из шизофрении, открывать рот, не бояться и говорить. Потому что мы с вами, народ, единственный источник власти. Мы единственные, кто может изменить все. Когда мне ученик 6 класса, девочка, подходит к Василия Васильевна, А почему? А почему сейчас собирают подпись? Почему Вас хотят убрать? Я очень Вас люблю. Я не хочу, чтобы Вы уходили. Это Вы, взрослые, сделали. Понимаете? Это Вы. Рубрика «Оказывается, так можно было». Первокурсник Эдуард Коваль отказался петь гимн и поднимать флаг России на торжественном мероприятии в Колыванском аграрном колледже. Он сказал, что не поддерживает военную спецоперацию в Украине. Его отчислили. Однако, благодаря юристам из правозащитного проекта «Молния», вот их телеграм-канал, после жалобы в прокуратуру Эдуарда восстановили, а чиновники из Министерства образования даже провели профилактическую беседу с директором колледжа. Продолжаем рубрику. «Оказывается, так можно было взять и договориться с полицейскими». Вы санкционировали Ваши митинги? Это не митинги. Это пикет. Это пикет. А пикет не нужно санкционировать? Одиночные пикеты уже разрешены. Сказали, вот там сказали, нельзя стоять? Сказали, отойдите от рамки и стойте. Вот я отошла от рамок, от 20 метров, и стоят полицейские. Новосибирск. Активистка Елена Шувалова вышла к мэрии с плакатом. На плакате фото журналистки из Барнаула Марии Пономаренко. Ее приговорили к шести годам колонии за пост про бомбардировку драмтеатра в Мариуполе. Что с Марией случилось? Ну, она сидит в тюрьме, у нее двое детей, законопослушная гражданин, и мне очень жаль, что ее изолировали. Сначала сотрудники полиции попросили свернуть пикет, но потом поговорили с девушкой, вынесли предупреждение и ушли. Итоги протестного сентября в России от ОВД-Инфо. Сначала в цифрах. 19 тысяч 810 задержаний за антивоенную позицию. 7 тысяч 934 дела по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. 713 фигурантов антивоенных дел. А вот итоги в лицах сентябрьские герои. Некоторые дважды герои. Иванка Рудовская, Москва, одиночный пикет с плакатом «Обними, если против войны». Спустя несколько минут была задержана, составили протокол, отпустили. Артур Макоев, Москва, выходил в сентябре против войны и в поддержку политзаключенных. Задержали, составили протокол, отпустили. И так дважды. Николай Борисов-Воронеж тоже был задержан дважды. Итог – два протокола о дискредитации. Пермяк Виктор Гилен с цитатой из речи Путина. О задержании ничего не известно. Лучше бы Путин не рождался. Неизвестный житель Казани устроил пикет в день контрацепции 26 сентября. Два жителя Махачкалы с пикетами в поддержку политзаключенных. Активисты Виталий Иоффе и Марина Загороднева, Санкт-Петербург, были задержаны. Провели в отделе полиции двое суток. В итоге на них составили протоколы о нарушении правил проведения пикетирования. Не всем родителям нужна белая лада. Многим нужны живые дети. Нет войне. Николай Домнин, Петрозаводск, был задержан и доставлен к участковому. Активист Александр Правдин, поселок Сиверске, Ленинградская область, в сентябре устраивал пикеты четыре раза. Он же вручил вот этот плакат одесситке Анне Ахматовой. И вот она теперь тоже в одиночном пикете. Гео Кокобадзе, Владивосток, трижды герой. После того, как он был оштрафован на 40 тысяч рублей, буквально на следующий день снова вышел с пикетом. А что увидели вы? Как ваш регион борется за мир в Украине и свободу в России? Пишите нам, комментируйте, присылайте свои истории. И до встречи через месяц в смелой России настоящего.